Это было совершенно ожидаемо. Бросая московский завод, где выпускали Дастеры, Арканы и Каптюры, компания Рено не сохранила ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны были обеспечивать производство. Об этом сообщает столичная мэрия, вдобавок уточняя, зато остались долги по зарплате – 691 миллион рублей. Их правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником завода, который теперь именуется Москвич. В итоге, чтобы восстановить производство, властям пришлось найти партнера. Им выступит ПАО «КамАЗ», о чем гендиректор автогиганта Сергей Кагогин и московский мэр Сергей Собянин подписали соответствующее соглашение. По плану «КамАЗ» поможет москвичу разработать собственную универсальную платформу и организовать производство ключевых компонентов, а до тех пор наладить поставки машинокомплектов для крупноузловой сборки из дружественных стран. На презентации показали изображения четырех кроссоверов и одного седана. В них легко узнаются автомобили «Джак» – паркетники С4 в бензиновой и электрической версии, более крупный С7 и Сехол Х6, а также седан Сехол А5. Однако пресс-служба «КамАЗа» уже постфактум прислала опровержение. Представленные на церемонии визуализированные образы автомобилей не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на «Москвиче». До конца года завод собирается произвести около 600 москвичей, из которых треть – это электромобили. В 2023 году объем выпуска должен достичь 50 тысяч автомобилей, а еще через год – целых 100 тысяч. В 2025 году планируется перейти от сборки машинокомплектов к сварке и окраске кузовов. С сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобиля под названием «Москвич». Работа непростая, сложная, огромное количество вызовов логистических, технологических, финансовых и так далее. Но я вам обещаю, что мы сделаем все, чтобы завод работал, коллектив был сохранен, ну а граждане получили современный качественный автомобиль. Платформа электромобиля – это очевидный намек на КАМУ, которую КАМАЗ разрабатывает с опорой на китайские компоненты. Еще удивительнее, что соглашение между Москвой и КАМАЗом подписывали без самой компании «Джак». И пресс-офис китайской марки не смог прокомментировать новости телеканалу Автоплюс.